И отправлена на фронт. На ее действия русское командование возлагало большие надежды. Начинается артиллерийская перестрелка. Обратите внимание, что батареи стреляют в закрытых позициях. Мы видим, что на Германском фронте уже началась позиционная война. Обратите внимание, какого профиля выкопано траншея. Траншея полного профиля. И специально машины делают непрямыми. Потому что если стреляб попадает в траншею, траншея была бы прямая, выписало бы успех. Позиции еще далеко не смлошные. Не так, как на западном фронте. А обычно ВК как траншеи копали, только защищая отдельные очень важные пункты. Трофи делались в части, расположились на высоте. И установили там артиллерийский взвод. Под прикрытием полурута пехоты. Австрогермазы заняли позицию у небольшого поселения. И вот, обстреляв русскую пехоту, артиллерии, австрийцы идут в атаку. Русские войка занимают достаточно серьезную позицию. Поэтому эта атака наверняка обречена. Тем более, наша болевая артиллерия прикрывает свою погоду. Обратите внимание, они идут в атаку перекатами. Часть прикрывает, часть ведет огонь, часть наступает. АПЛОДИСМЕНТЫ Германцы пытаются поддерживать свою атаку огнем пулеметов. Но их пулеметы стоят далеко в тылу. Мы видим, что кревец явно на стороне руками. АПЛОДИСМЕНТЫ Германцы пытаются сделать фланговый охват нашей позиции. Германцы пытаются сделать фланговый охват нашей позиции. Германцы пытаются сделать фланговый охват. 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 Казаки поскачут. Армия Австро-Венки в каналах заведована ново-национальной, кроме собственного бюджета, в ней входили чеки, венки и еще Путин, тоже по бюджету она фактически стреляет, вот отлично, мне кажется, что просто прекрасно. Армия Австро-Венки в каналах заведована ново-национального бюджета. Армия Австро-Венки в каналах заведована ново-национального бюджета. И теперь русская пехота ведет сколько раз на руку. Видимо, командир в русской армии принимает решение сходно атаковать германские позиции. Обратите внимание, что германцы могут сопротивляться. Плотное оружие на пулеметный огонь принимает нашу пехоту в земле. Но наши артиллерии пытаются подавить германские позиции. Плотное оружие на пулеметном поле. Наши цепи залегли на поле. И теперь учатся сооружением племетных и стрелок. Плотное оружие на пулеметном поле. Наша артиллерия не смогла подавить огневые позиции германским. Плотное оружие на пулеметном поле. 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 Наша цепь подходит ближе к германской позиции. Аплодисменты Русские войска не разбиты, но отступают. Их отступление прикрывают казачьи части. Обратите внимание, как ловко-то съедятся. Аплодисменты И умудряются вести огонь в ходу. Аплодисменты 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 Значит, мы еще можем заставить в фильме. Ипот nicht mehrimy. Аплодисменты Насillete Аплодисменты 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 Началась подготовка. Обратите внимание на связисты, который флажками дает сигнал германских войскам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я думаю, что их цель – атаковать и захватить нашу батарею. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как это ни было, огонь тяжелых орудий заставляет нашу пехоту несколько отойти назад. Я думаю, сейчас в самый момент немцы бросятся в контратаку. Разъезды наших бравых казаков решают и перейти в атаку. Они вынуждены пустую тратить патроны. Классно бахают. Мощность оружия и пулеметный огонь не дает герметикам и актрисам приблизительно плату к нашим траншеям. Наши как баба. И врываются в первые ряды раншей. Наша пехота покинула первый ряд на шее. Рукопашная схватка. Неужели мы потеряем вторую линию обороны? Мои сестры были вверхы. Нет, нет, делал мы сейчас, кроме отряда. Наши офицеры наводят порядок. Среди отступающих киски. Среди отступающих киски. Броне отступают. Охватка в афере из двух флангов. И вот мы видим, что угроза отрушения заставляет германцов покинуть первую линию. Среди отступающих киски и отступающих киски. А наши броневики дают их киски. А наши броневики дают их киски. А наши броневики дают их киски. Немцы. А я думаю, что это. Вот пошел большой, большой. А эти просто. Двух глотный и оружейный пулемет на окон со второй линией траншей заставляет их спустить на исходные позиции. 33-й кузилерный полк пытается перестроиться для контр-атаки. Но все их планы срывают. Наш козлазин. И артиллерийский. А вот это классика. Застать киски в коре пехоту над чистым полем. Молодцы. Наши броневики колеса. Наши броневики колеса. Цепь русских пехотечного фланга окончательно выдавливает. Попытный заступление справа у фланга. Наши броневики залегла. Курмаж. Курмаж. ГОВОРИТ ПЕСУИКИ Кной аптиллерийский. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ ПЕСУИКИ Вторая популярная группа для русской армии. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Орудие продолжать вести в покойщий огонь. Итак, взяли второго гранд-шевер. Германс-австрийские войска обрушены. Я считаю, что с футбой решу. Они должны сдаваться. Германс-австрийские войска обрушаются в домах, но здесь, я считаю, надо принять негативно. Это уже принадлежит огонь, предпочтение, что Бог предъявил. Это победа. Субтитры сделал DimaTorzok Небольшой уличный бой. И продолжаю так. Закрывают ворота. Закрывают ворота. Закрывают ворота. Закрывают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА